И мы поговорим про ипохондрические реакции, собственно, у вас, у пациентов на фоне лечения. Сначала давайте разберемся, чего это такое ипохондрические реакции. Многие, наверное, слышали, потому что на слуху. Итак, ипохондрические реакции, или человек-ипохондрик, человек, который очень сосредоточен на своем физическом комфорте, дискомфорте и при возникновении каких-либо симптомов в теле, начинает фантазировать про то, что они являются ли это сейчас осложнением моего онкологического заболевания или метастазированием, или еще хуже, кто-то где-то чего-то пропустил. То есть добавляется мнительность, нарастает тревога. И, как правило, вот такое фантазирование приводит к какой-либо разрядке. Например, пациент может бежать к доктору или звонить доктору, уточнять, задавать разные вопросы, либо бежать на обследование, либо, что хуже всего, лезть в интернет, обращаться к доктору Гуглу и спрашивать, что это, какие у меня за симптомы, что, соответственно, только напряжение увеличивает. Иногда мы можем встречать эмоциональную разрядку, то есть пациент напугался, накрутил себя, проплакался, и вроде бы все. Можно некоторое время жить дальше спокойно. Но затем этот процесс запускается снова. Соответственно, часто эпохатолические реакции встречаются довольно часто. На фоне лечения, после лечения, когда пациенты приходят на консультацию, они ожидают какого-то быстрого эффекта от консультации. Говорят, что ну вот же мы пришли, давайте уже разберемся. Вот я тут жутко боюсь того, что мои симптомы, возможно, связаны с тем, что кто-то что-то упустил. И начинают рассказывать о том, как они себя чувствуют, как они ежедневно фиксированы на симптомах, при этом не учитывая, что помимо лечения еще параллельно идет какая-то жизнь, что эта жизнь от них чего-то требует. Не только лечение, но и каких-то там профессиональных обязанностей. И чаще всего такие пациенты демонстрируют реакции в связи с каким-то предыдущим опытом. То есть есть опыт, который говорит пациенту о том, что врач, возможно, больше не всемогущ. То есть врачи, бывает, ошибаются. Этот опыт очень тревожит пациента, поскольку он столкнулся с такой ситуацией и теперь понимает, что он никому, скорее всего, доверять не может. Может доверять только себе. И, соответственно, ипохондрическая реакция – это попытка контролировать то, что происходит в моем теле. То есть пациент условно мыслит так. Что-то происходит, я чувствую себя неважно, где-то у меня чего-то колес тонет, ноет, значит, мне нужно насторожиться и срочно обратить внимание на этот симптом. Соответственно, если тревога нарастает, то симптом нарастает. То есть ощущения обостряются, и возникает чувство, что сейчас уходит время, я сижу, ничего не делаю. И чтобы избежать возможных осложнений, которые только что придуманы, пациент бежит обследоваться. Итак, ипохондрические реакции встречаются не только в онкологических пациентах, но в онкологии они имеют свои особенности. Они связаны, как уже было сказано, с ощущением потери контроля, с дискомфортом со стороны различных систем органов, поскольку на фоне лечения все ощущения телесные меняются. То есть мы привыкаем к своему телу на протяжении многих лет, и вот происходит лечение, и это лечение как-то меняет организм. И организм по-разному начинает на все реагировать. Это незнакомо. А все, что незнакомо, все тревожно. К тому, соответственно, появляются ипохондрические реакции. Они обостряются на фоне остенизации или истощения, который сопровождает всегда процесс лечения. И, кроме того, онкологический процесс, процесс лечения онкологического заболевания всегда связан со стрессом, с повторяющейся психической травматизацией, которая, соответственно, эмоциональный фон усугубляет, появляется эмоциональная лоббильность, и все вот эти истории приводят к ипохондрическим реакциям их манифестации. Кроме того, большой проблемой в онкологии, в лечении онкологических заболеваний является малодоступность информации для пациента. То есть пациенты часто любят узнавать что-то про свое лечение, про свое заболевание, и делают это либо в интернете, либо у соседей по палате, либо где-то еще. Информации очень много, она очень противоречивая, и, соответственно, из всего пула информации тревожный пациент будет выхватывать только негативные примеры. При этом он видит позитивные примеры, но фиксироваться будет на негативных, потому что задача себя напугать. И определенные группы пациентов, имеющие некоторые наборы характеристик, особенности личности, подверженные ипохондрическим реакциям, то есть они их будут выдавать. То есть человек впечатлительный, склонен к гиперконтролю, склонен к ответственности, считает, что он должен держать все в своих руках, сделает хорошо только он и больше никто. Если он мнительный при этом, всех подозревает в чем-то, и тревожный, обладает алекситимичными чертами, то есть сложно пациенту или человеку распознавать свои эмоции. То есть он где-то чего-то почувствовал, но оно выражается не в форме, к примеру, страха, а в форме симптома. То есть, словно говоря, заболел желудок – это тревога. То есть тревога проявляется вот так, в форме какой-то определенной боли. Вот это, на самом деле, довольно сложная черта, которая выражается в трудностях распознавания выражения эмоций, с которой нужно в первую очередь работать, когда речь идет о психотерапии ипохондрических реакций. Соответственно, дальше это у нас склонность к самообвинениям, к игнорированию истощения и накоплению напряжения. Ну, здесь все понятно. Очень быстро про то, как работают ипохондрические реакции. Они у нас относятся к классу невротических реакций, которые постоянно развиваются по кругу. И этот круг очень сложно разорвать. Почему? Потому что разные ощущения могут вызывать все последующие звенья. То есть, если мы, допустим, изначально концентрируемся на телесном дискомфорте, где-то что-то возникло, его нужно как-то осмыслить. То есть запускается процесс тревоги. Ага, где-то что-то не так, все неспокойно. Хотя до этого, прежде чем этот дискомфорт возник, он как бы был найден. То есть была настороженность постоянно. То есть состояние поиска. Утром проснуться и спросить у тебя, все ли у тебя в порядке. На месте ли твоя тошнота? На месте ли твой ком в горле? Так же ли у тебя болит сегодня желудок? Так же ли у тебя раздуть живот? То есть вот такая детекция, попытка себя диагностировать, она, соответственно, ведет к нарастанию тревоги. Что приводит к фантазмам о болезни и, в свою очередь, к гиперконтролю. То есть то, о чем мы уже говорили. Гиперконтроль способен защищать от чувства вины. Ведь если я что-то приду в расчету, я в будущем уже не буду виноват в том, что со мной происходит. Такие пациенты склонны к самообвинениям, поэтому очень важно чувство вины прикрыть, попытками контролировать. И чувство вины, в свою очередь, может прикрываться симптомам. Таким образом, мы обратно возвращаемся в этот же цикл. Итак, каким бы неприятным ни был ипохондрический симптом, какой бы неприятной ни была ипохондрическая реакция, у нее есть свои плюсы. То есть условная неприятная выгода для пациента. Что это за выгода? Ну, во-первых, это попытка избегать ответственности и чувства вины. Попытка обращать на себя внимание. Попытка себя активировать. То есть что происходит, когда пациент наблюдает у себя симптом? Во-первых, он фокусируется на себе. И фокусирован на себе до этого. И, вероятно, до заболевания ему было крайне сложно это сделать в рамках, предположим, какой-то заботы о себе. То есть обратить на себя внимание можно только в каких-то стрессовых, острых ситуациях, жизнеугрожающих ситуациях. И когда вот теперь точно можно о себе заботиться. Вот до этого никогда нельзя было. А сейчас вот можно о себе заботиться. И это происходит в такой, ну, несколько садистической манере. Потому что эта забота заставляет человека двигаться в отношении гипердиагностики или в отношении ухудшений, отношений с лечащим врачом. И в чем, собственно, здесь избегание ответственности? А в том, что у меня есть симптом, я могу думать только о нем. И я могу транслировать окружающим информацию о своем симптоме. И они тогда тоже будут думать о нем. И таким образом какие-то привычные социальные функции, которые я должен выполнять, но у меня, например, на них нет сил, нет времени, да или я просто не хочу. А ведь не хотеть-то нельзя. Есть же чувство вины и чувство долга, которое говорит, ты должен. И вот на месте всего вот этого вот сложного переживания появляется симптом. Вот он так падает с утра или в стрессовой ситуации возникает, как отвлекает на себя внимание. И здорово можно переместиться вот в область болезни. Соответственно, негативное влияние, ну, оно очевидно. То есть на фоне постоянной тревоги, фиксированности на себе возникает истощение, нарушается сон, нарушается аппетит, если еще до этого он не был нарушен. Снижается социально-ролевое функционирование, контроль над эмоциональными реакциями. И что хуже всего, нарушается отношение с лечащим врачом и с окружающими. То есть снижается доверие врача к жалобам пациента. И некоторые жалобы врачи уже могут упускать. Семь лет, ну, это ты ипохондрик, что же тебе взять-то тут, опять жалуешься. Соответственно, мы с вами тут должны понимать, ипохондрические реакции – это норма или патология в ситуации онкологического заболевания. Тут неоднозначный ответ. Между ипохондрическими реакциями, которые возникают, и они ситуативны, и ипохондрическим расстройством, которое стабильно проявляет себя, разница небольшая. То есть в основном она связана с длительностью. То есть реакции возникают в определенных ситуациях, и длятся, и затем разряжаются, и больше не появляются какое-то время. Потом возникают вновь. Ну, и так некоторое время. В случае с ипохондрическим расстройством уход в болезнь и думанье о симптоме постоянно, то есть постоянно утром, днем, вечером, вне зависимости от стрессовых ситуаций, вне зависимости от напряжения и расслабления. Оно есть всегда. И в случае, если мы наблюдаем у себя ипохондрические реакции, речь будет идти в основном только о психотерапии или психокоррекции, то есть консультации клинического психолога, если же мы имеем дело уже с расстройством, то это психотерапия и фармакотерапия, то есть прием психотропных препаратов к наблюдению у врача-психотерапевта. Кто же наиболее всего подвержен эпохондрическим реакциям? Тут отмечено, что у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями алекситимия выражена ярче. То есть им сложнее всего распознавать свои эмоции, их называть и выражать. Выражать очень сложно, потому что не распознано, нечего выражать, как будто бы ничего нет. Я спокоен, я нормально отношусь к лечению, к болезни, меня ничего не беспокоит, а у самого симптомы. На втором месте у нас женщины с злокачественным образованием молочной железы и женской реподруктивной системой. Пожар. Огонь. Учебная. Итак. Нет, вроде все в порядке. Я считаю, доклад надо дослушать, а потом бежать. Да, да, потом гореть. Так обычно делаем. Куда мы со школы-то? Дождемся звонка коллеги. Итак, эпохондрические реакции чаще всего встречаются на диагностическом этапе, химиотерапии, лучевой терапии, на постгоспитальном этапе. Постгоспитальный этап самый опасный, потому что там пациент как бы скользается под контролем различных врачей, и он только находится под наблюдением своего лечащего врача. Соответственно, лечащий врач не всегда может распознать ипохондрию, и не всегда может маршрутизировать, потому что просто он на этом не сосредоточен. Его интересуют другие вещи. Поэтому здорово обращать самостоятельно на это внимание, вовремя обращаться к специалистам. И хочется говорить о том, что при эпохондрических реакциях, да и при многих других реакциях, психотерапия или психокоррекция это довольно длительный процесс. То есть это не одноразовая консультация, не двухразовая. Нужно потратить около трех, двух-трех месяцев в режиме один раз в неделю. Часовая консультация с клиническим психологом. Для чего это? Для того, чтобы был эффект, для того, чтобы при следующих стрессовых ситуациях, потому что жизнь-то динамичная, не будет же так, что вот я однажды справился с тревогой и навсегда. Но так не будет. Все люди будут тревожиться. Каждый пациент будет тревожиться, который ходил на психотерапию, который не ходил на психотерапию. Тот, который ходил, он, по крайней мере, будет способен справляться в дальнейшем со своей тревогой. Без симптома, без ухода в болезнь, без накручивания и остенизации своего состояния. Поэтому, это я для чего говорю? Для того, чтобы понимать, что психокоррекционная работа – это работа. И здесь большая часть ответственности предлагается на пациента и на его желание разобраться с тем, что с ним происходит, разобраться с его симптомом. То есть первым делом важно понимать, что я иду разбираться со своей реакцией, за ней что-то стоит. Что разные сложные, неприятные вещи, вроде чувства вины и чувства стыда. Но, тем не менее, какие-то самостоятельные необходимые меры можно начинать применять. Однако, я могу сказать, что это сделать довольно сложно и не всегда эффективно, потому что нужно постоянно себя удерживать на границе между реакцией и оттормаживанием этой реакции. То есть всегда заманчиво затревожиться и что-то начать с этим делать. А вот, к примеру, отказаться от самоинформирования в тот момент, когда вот эта пустота информационная гложет и когда она тревожит, нависает, очень хочется. Очень хочется залезть, спросить у некомпетентных, у тех, кто простым подробным языком скажет, что да, рак можно лечить содой, это эффективнее. Поэтому рекомендуют, все рекомендуют отказаться от некорректного самоинформирования и от некорректной самодиагностики. Вы не МРТ-аппарат сами себе. Поэтому лучше всего формировать список вопросов, обращаться к доктору. Обращаться к доктору столько раз, сколько у вас возникает вопросов. Даже если доктор будет недоволен, даже если он будет говорить, что у вас нет времени, он вам все равно как-то ответит. А доктор отвечает за свои слова. Доктор обучался этим вещам, он знает и понимает вас. То есть вы его пациент. В интернете вы не чей пациент. Доктор, по крайней мере, владеет информацией и способен до вас донести. Сказать, да, стоит беспокоиться, сказать, нет, не стоит беспокоиться. И дальше уже с этим можно что-то делать. Но для этого нужно довериться. А вот с этим есть проблемы у эпохондрических пациентов. Важно отказываться от поисков симптомов других людей у себя. Это истории про то, что сидим в очереди, соседка рассказала про то, как у нее обнаружили какое-то заболевание, как на него долго не обращали внимания. И начинается вот этот поиск такого же дискомфорта или симптома у себя. А вот у меня две недели назад болела голова. Может быть, там метастаз? Может быть, пора? А доктор не назначил мне МРТ-мозг, а может быть, должен был? И вот начинается раскручивание, фантазирование, вплоть до того, что мы уже представляем себе, какие у нас будут похороны. Не нужно этого делать. Собственно, за счет чего? За счет оттормаживания реакции. Когда появляется симптом, когда появляется вот это вот раскручивание, необходимо не просто отвлечься, потому что пациенты любят. Я просто отвлекаюсь, и вот мне хорошо. Ну, нехорошо. Симптом возвращается с той же силой. А иногда и с двойной. Когда оттормаживаем реакцию, важно понимать, что происходит, почему я сейчас тревожусь. Причина всегда есть. Она всегда связана либо с чувством ответственности, либо с чувством вины, либо с чувством ожидания чего-то плохого. То есть в какой-то определенной сфере, не везде, не ожидание собственного конца. Что-то просто происходит в жизни. И вместо переживания про события, происходит переживание про симптом. Часто у меня бывают ситуации, когда женщины, пролечившиеся после рака молочной железы, возвращаются домой, месяца три-четыре функционируют, а затем приходят с эпохондрическим симптомом, который встает у них на то место, где они должны быть какой-то женой, какой-то матерью, выполнять какие-то профессиональные деятельности. А они не хотят. Они уже хотят как-то свою жизнь поменять. Они могут. Почему? Потому что нельзя, все от них ждут, что они придут и будут какими были. Они такие, мы не хотим. А они говорят, вам нельзя не хотеть, вы должны. И вместо своей жесткой границы на этом месте про я хочу и я буду появляется симптом, который позволяет говорить, ну, тогда я в Петрово, мне нужно провериться, у меня симптом. То есть вот такой вот отказ от ответственности. Важно не накапливать напряжение, этому нужно учиться. То есть о чем здесь речь идет? Речь идет о том, чего многие пациенты не понимают, не любят и не хотят. Реагировать на события, которые происходят прямо здесь и сейчас. То есть речь идет о том, что надо накричать, если вы разозлились. Речь идет о том, что нужно хотя бы сказать, что вы разозлились. То есть это уже попытка выразить. И другой человек, он живой, он будет реагировать, если вы ему важны. Если он не хочет конфликтовать, а чаще всего это происходит, то он смягчается и говорит с вами иначе. То есть нет ничего страшного в том, что вы проинформируете другого человека, что вы сейчас чувствуете. Мне обидно то, что ты говоришь. То есть и все, ничего, нет чего, нет кого вы не требуете. Вы просто говорите. Это все равно, что сказать, у меня нога болит. Вот все, болит и все. Тут мне обидно. Или это довольно весело. То есть выражать, не накапливать. Это сработает тогда, когда алекситимичные черты, то есть черты, связанные с распознаванием эмоций, будут как бы снижены, когда эмоции будут распознаваться уже чуть лучше. То есть это работает не для всех. В общем, вот условно такие самомеры можно применять. Но я считаю, что все-таки самостоятельно это довольно сложно, поэтому скорее всего нужно хотя бы начинать с психокоррекции, если ипохондрические реакции присутствуют. У меня все. Спасибо. Продолжение следует...